Всем привет! Сегодня небольшой обзор 8-битной игровой приставки. Название Dendy стало уже нарицательным. Все помнят знаменитую консоль, которая у нас продавалась в 90-е годы. Ну, по сути дела, все то же самое. Китайцы делают до сих пор. То есть, все приставки, которые вы видите 8-битные, неважно, как они выглядят, неважно, в каких они коробках. Ну, суть одна и та же. Это обычная, старая, добрая Dendy. То есть, с такой же графикой, с такими же выходами, как обычные тюльпаны, они же колокольчиками. И с такими же картриджами, с такими же игрушками. То есть, кстати, картриджи, на которых она работает, вот так они выглядят, желтенькие. Они, эти картриджи, выпускаются тоже до сих пор. То есть, все такие приставки и все такие картриджи, это, как правило, просто новодел. Редко у кого сохранилась приставка именно из 90-х. Ну, вот данная консоль, это, как бы, в исполнении компании Kudas, китайцев, китайской компании. Они давно уже делают игровые приставки. Ну, это один из вариантов вот такой. Оформление коробки, конечно, это дань современности, то есть, под трансформеры сделаны. Такая вот красочная коробка. Как видите, здесь, сзади у нее там информация, что это современная игровая консоль, выполненная с использованием передовых технологий. Ну, все это дело было актуально, пожалуй, в 90-е годы, но сегодня это не так. Ну, и давайте посмотрим саму приставку непосредственно. Ну, вот так вот, собственно говоря, выглядит сама консоль. Да и вообще, вот сейчас перед вами эта комплектация, то есть, помимо игровой консоли присутствуют два джойстика, присутствует импульсный блок питания напряжением 10 вольт, ток 1 ампер выдает. Присутствует кабель, колокольчики, либо тюльпаны, еще их называют это, для подключения приставки к телевизору. Кроме того, есть гарантийный талон и есть инструкция по эксплуатации. То есть, как видите, все необходимое есть. Ну, что можно отметить? Можно отметить то, что, как видите, да, корпус и внешний вид вот этого корпуса, несмотря на то, что имеется и слот под карточку, имеются встроенные игрушки здесь, ну, внешний вид далек от того классического внешнего вида, который был у Dendy в 90-х. Ну, независимо, опять же, от внешнего вида, это обычная 8-битная приставка со всеми вытекающими последствиями. Это что касается и качества игрушек, и что касается, как на сегодняшний день, графики, можно, да, еще упомянуть такое. Потому что на больших телевизорах, поверьте, никакого сравнения с тем, что выдают дисковые приставки, здесь не будет. Все-таки 8-битная графика – это 8-битная графика. Еще особенность какая? Встроенная память. То есть 150 встроенных игрушек в этой консоли есть, плюс можно использовать стандартный картридж, слот присутствует. Вот 150 встроенных игрушек – это вот единственная дань современности, которая есть в этой приставке. Почему? Потому что в 90-е годы никто не знал, что такое флешка и что такое встроенная память в устройствах. Вот, все это еще только развивалось. По поводу геймпадов, по поводу джойстиков, можно сказать. Ну, продвинутые люди в игровых приставках могут сказать, что это джойстик от Sega. Да, это по своему, как бы, внешнему виду это Sega-овский джойстик, да, 6 кнопок там, все. Кнопка Select вот здесь вот есть. Ну, на самом деле это Dendy-овский джойстик, просто сделан вот в таком внешнем виде. Продвинутым геймерам, наверное, он все-таки не понравится. Не понравится почему? Потому что, во-первых, работают только 4 кнопки, как и должно быть у Dendy, да, 4 кнопки. А эти просто они там дублируют далее, то есть не совсем удобно. И плюс еще кнопки A и B в таких джойстиках, они поменены как бы местами. То есть, по идее, A должна быть справа, B должна быть слева. На что это влияет? Ну, если вы ни разу не играли в Dendy, то это не влияет ни на что. А если вы играли и серьезно играли в Dendy, и плюс еще там стремитесь вводить там всякие коды, пароли, расположение кнопок A и B, оно как бы будет иметь значение. Почему? Потому что всегда сохраняется, так называемая, тактильная память. То есть, у вас уже руки сами будут нажимать те кнопки, которые бы раньше требовались для введения пароля. Так вот, здесь они будут располагаться иначе. Ну, а теперь давайте подключим приставку к телевизору. Ну, вот я состыковал приставку и телевизор. То есть, соответственно, если консоль включается без картриджа, то появляется список встроенных игрушек, и вы можете выбирать из этого списка те игрушки, которые вам больше понравятся, будем так говорить. Если используется картридж, допустим, то сразу же начинает работать картридж. То есть, вот таким образом на сегодняшний день управляются вот эти вот консоли, которые со встроенными игрушками. Ну, давайте бегло пробежимся, что здесь есть из встроенных игрушек. Ну, Аладдин здесь, классического Аладдина нет. Здесь именно Аладдин 3, ну, просто на ковре самолета летает и стреляет. То есть, это не тот Аладдин, который всем хочется, да? Ну, Ганман – это пистолетная игрушка. Да, пистолета здесь в комплекте нет, его можно докупить дополнительно, но на современных ЖК-телевизорах пистолет не работает. То есть, он будет работать только если у вас где-то сохранился старый кинескопный телевизор. Вот. Дальше быстренько по популярным, да? Arctic Adventure. Это пингвины бегают. Арканоид – это такая тоже довольно популярная игра, которая заключается в том, что нужно отбивать шарик летающий и ловить всякие призы, которые выпадают из вот этих вот блоков, которые вы разбиваете. То есть, ну, такая вот игрушка. Тоже, кто-то играл, тот это помнит. Ну, Balloon Fight, Batman – это тоже. Ну, Battle City – знаменитые танчики. Это то, что большее. Выбор количества игроков здесь в Dendy, для тех, кто забыл, производится не нажатием стрелочки вверх-вниз, а именно нажатием кнопки Select, которая под указательным пальцем находится. Вот. Ну, видите, старые добрые танчики Battle City. То есть, вот они здесь есть во встроенном виде, так что... Даже картриджа с танчиками искать и покупать не придется. Дальше посмотрим игры. Так. Battle City. Бомбермен – знаменитая игрушка. Вот. Затем Bubble Bubble – это пузыри, тоже знаменитая игрушка есть. Цирк Чарли. Для тех, кто помнит, я его сейчас включу. Такого плана игрушка. Ну, как видите, графика, да, далека от совершенства и от современности. Но зато здесь, ну, как бы, само понятие ностальгии, само понятие геймплея, наверное, более важно, чем какая-то графика. Ну, детям может не понравиться, те, кто привык там к сенсорным экранам. Ну, а те, кто знает, что такое Dendy, играл в нее в 90-е, ностальгия вполне срабатывает. Ну, здесь вот знаменитейшая игрушка – это черный плащ. То есть, это как бы хит, который на сегодняшний день даже перенесен на Sega. То есть, есть Sega-овский картридж новодельный, да, на который перенесена Dendy-овская вот эта игрушка – черный плащ. Насколько это все было популярным. Ну, сейчас пробежим. Yes, кнопочка. Ну, вот такая вот игрушка уже есть встроенная. Так, идем дальше. Donkey Kong знаменитая. Ну, Duck Hunt, опять же, это охотка, охотник на уток. Это, опять же, пистолетная. Formula 1. Fast Gunman тоже пистолетная стрелянка. Galaxians. Еще один хит своего времени. Это вот такая вот стрелялочка. Кстати, игр на двоих, хоть здесь и два джойстика в комплекте, игр на двоих не так много. В основном они либо на одного, либо там, где вдвоем играются по очереди. Ну, допустим, танчики вдвоем одновременно играются. Еще из таких популярных, ну, здесь Gun Nug, Hogan Sale, это тоже пистолетная стрелялка. Есть Хоккей, есть Дживилири, это типы Тетриса, только собираются цветные шарики. Вот. Листаем дальше. Джой Мак, книга джунглей, карате, кунг-фу, лодранер, знаменитая игрушка. Еще одна знаменитая игрушка, которая здесь присутствует, золотоискатель, да, такой, собирает пирамидки из золотого песка и пытается убежать от преследующих его ниндзя. Ну, я крайне неловок, но теперь будем с конца листать. Lunar Pool, это бильярд под номером 80. Дальше, что здесь еще есть? Есть первый Марио, но это, честно говоря, не то, что всем. Самая популярная игрушка у всех на слуху, как бы и в памяти, это Супер Марио Бразерс, а это первая часть. 88 номер здесь, видите, Монстр Майо Мобильном, тоже хорошая такая ходилочка. Ну, Мисс Пакман, это шедевр. Осьминожки бегают, пытаются вас съесть. Давайте запустим. Вот такая вот игрушка. Тоже была очень популярна и на... И на Денди, и на Atari, и на ZX Spectrum. То есть, это игрушка, которая перекочевала на все, пожалуй, первые вот эти вот игровые консоли. И даже сейчас она присутствует в разных видах. Там и в трехмерном виде бывает, там, и Пакмани, и Точи. Вот. Идем дальше. Так, Паппинбол. Понятно. Моряк Папай номер 101. Следующая Паниши. Ротфайтер, это гоночки со стрельбой. Рыбокоп из такого. Сайдпокет, знаменитейший бильярд, который и на Денди, и на Сеге. Вот. Что еще можно? Спайдер-мен, Человек-паук, да? Ну, Старгейт, это какой-то новодел уже. Вот, Супер Марио Бразерс. Это вот тот легендарный Супер Марио, который у всех стоит перед глазами, у всех на слуху, и все мечтают о нем поиграть. Ну, естественно, те, кто в него играл. По графике вы сами видите, качество графики, то есть далеко она от всяких там более современных дисковых приставок, но тем не менее, повторюсь, геймплей. Геймплей это главное. Что касается графики дендиевских игрушек, то единственная игра, которая хорошо будет и даже очень хорошо выглядеть на телевизорах любых диагоналей, это танчики. Потому что сама по себе эта игра пиксель, поэтому она и так квадратненькая, а в телевизоре этого вы не почувствуете разницу между дисковым танчиками и этими, которые есть здесь. Так, ну, всякие варианты контры, да, суперконтры, это терминаторы. Танк 90, это продвинутые танчики. Здесь, в отличие от Батл Сити, здесь могут призы брать и соперники тоже. Ну и там всякие супер возможности, там супер выстрел, плавание по траве, ой, плавание по воде, подстригание травы. Тинитун, знаменитейшая игрушка про кролика, который бегает, собирает морковки. И на Сегу была, и на Денди была, и на более современные приставки тоже была. Тот же Заяц, только вот он к нам вернулся, теперь еще из 90-х годов. Вот он. Такая игрушка. Так, возвращаемся назад. Ну и последнее, это вот Том и Джерри. Да, кстати, 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 пропустил я тут парочку игрушек, сейчас. Том и Джерри, ну. Футбол, World Cup, man. Ой, World Cup. И черепашки. Четвертая часть черепашек. Турнир бойцов, то есть это Типа Mortal Kombat, можно тоже так выразиться. Драки, короче. Тоже одна из самых популярных игр, которые были на Денди. Ну, на этом я, пожалуй, закончу обзор. Ну, как видите, вот такая вот, как бы, возврат к 90-м, который можно, типа, переместиться, как на машине времени, купив и поиграв в данную приставку Денди. Либо в любую другую приставку, которая называется Денди и работает на 8-битных картриджах. Если вас заинтересовали приставки, типа Денди, типа Sega, вы всегда можете перейти на наш сайт. Ссылка находится под этим видеороликом. Вот. И там же вы можете увидеть актуальную цену и заказать, допустим, понравившийся нас товар. Жителей Санкт-Петербурга и ближайших пригородов приглашаю к нам в магазин. Он работает каждый день, находится на Иреновском проспекте. И там эти все консоли у нас есть в наличии. А остальных всех приглашаю подписываться на наш видеоканал, заходить к нам на сайт. До свидания, до новых встреч. Ну, а то еще одна знаменитейшая игрушка. Ее, правда, нет здесь встроенной. Это Battle Tots и Double Dragon. На этом все. До свидания.